Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели» в студии Дарья Тензит. Пограничники Карачаева-Черкесии отметили столетие со дня образования пограничных войск России. Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры Черкеска. Знаменательная датья в репортаже Али Баташева. Под звуки марша флаги России, Карачаева-Черкесии и 36-го пограничного отряда торжественно внесли в зал. В этот день сотрудники погрануправления и члены их семей принимали поздравления в связи с 106-й годовщиной со дня образования пограничной службы России и 100-летием пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике. «Защита рубежей Отечества всегда была делом смелых и сильных духом людей, готовых первыми принять на себя удар врага и порой ценой собственной жизни выполнить служебный долг. Навечно останется в наших сердцах память о тех героях, кто отдал жизнь в военное время и в мирные дни, защищая рубежи нашей страны». Память о тех, кто не вернулся с дозора, погиб в бою, защищая свою родину, почтили минутой молчания. История погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии началась в 20-е годы прошлого века с образования Сухумского погранотряда. До настоящего времени все поколения пограничников достойно несли свою службу по охране государственных рубежей, отмечали выступающие. Ветеран погранслужбы Евгений Болховитин прошел путь от рядового солдата до генерала-полковника. Все 40 лет службы на границе его вдохновлял пример легендарного Никиты Карацупы. «Он задержал и привел на пограничную заставу в одиночном порядке бандами свыше 360 нарушителей. И еще примерно 150 он застрелил в боестолкновениях. Вот таким должен быть пограничник. Отважным, преданным своей родине, неподкупным». Самым достойным сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике вручили различные награды. Свой музыкальный подарок людям в зеленых фуражках подарил и ансамбль «Пограничник Кавказа». «Мир счастья на Кавказе охранять тебе вручила ограниченное Черкесское управление ФСБ России». В ходе праздничного мероприятия состоялись показательные детские выступления. Все желающие могли попробовать кашу из полевой кухни, а также ознакомиться с выставкой современного оружия и специальных средств связи российского производства. Мальчишки смотрели в прицелы снайперских винтовок, разглядывали тепловизоры и восхищались теми, кто стоит на охране рубежей нашей страны и держит границу на замке. Движение «Жизнь». В общественной палате состоялся круглый стол на тему качества и безопасности автомобильных дорог. Как обезопасить себя и сохранить жизнь без ДТП, расскажет Майя Хамдохова. Из года в год проблемой водителей и пешеходов остается автомобильная дорога. Одним – тесно без дополнительных полос, другим – негде переходить дорогу. За круглым столом обсуждались главные проблемы и перспективы их решения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За выезд на туннели, подъем, где асфальтный завод, подъем длинный. Но почему столько лет на эту дорогу третью полосу нельзя? Поддерживаете, правильно? Конечно. Там даже не то, что мы... Да, это очень опасный участок. Надо третью на подъем, чтобы две машины, ну а одним могли обгонять. Жалобы на усиление безопасности дорог возникают не только у водителей, но и у сотрудников госавтоинспекции. То есть, есть такие моменты, да, где, например, к слову, не нужно ограждение, а там по проекту указано. И всё, это надо восстановить. А где необходимо, отсутствует это ограждение. Ну, то есть, мы хотели, как вот именно госавтоинспекция, хотели принять участие. Именно, когда они определяют, чтобы мы тоже участвовали, согласовывали, и когда они сдают. Дорожные знаки на проезжей части, дополнительные полосы на дорогах не всегда являются показателями безопасности. Сколько бы ни строилось комфортных дорог, статистика ДТП с летальным исходом не снижается, рассказывают представители дорожных служб. Установка дорожного освещения, установка ограждения. У них нигде не закладывается. У них только проезжая часть. И у нас из-за этого происходит рост ДТП. То есть, тем лучше проезжая часть, мы все понимаем, да, чем тяжесть последствий, и сквозь движения выше, и тяжесть последствий ещё, само собой, усложняется. К превышениям скоростного режима, несоблюдением правил дорожного движения, прибавилась ещё одна проблема. Это наезд водителей на животных. Серьёзность последствий такого ДТП должен понимать каждый хозяин домашнего скота. ДТП с наездами на животных. Таких в этом году зарегистрировано 29, в которых погибло 2 человека и 7 получили ранения. ДТП у нас большая частью данного вида связаны с Зеленчукском районе, происходит в Жгутинском районе, Прикубанском и Адагихабрском ДТП. Правила существуют, чтобы их не нарушать. С сотрудниками госавтоинспекции нередко проводятся профилактические мероприятия на улицах как Черкесска, так и в целом республики. Быть понятым и услышанным с сотрудниками дорожных госавтоинспекций важно и нужно. Главная цель – донести до автолюбителей и подрастающего поколения, что ошибки на дорогах обходятся жизненно дорого. Майя Хамдохова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Свет Христов. Под таким названием в Черкесске прошли концерты Третьего Патриаршего международного фестиваля духовной музыки. Музыкальную программу лучших духовных произведений представил Московский синодальный хор под руководством заслуженного артиста России Александра Пузакова, а также церковные хоры Покровской церкви и Никольского собора Черкесска. Подробнее Оли Баташева. Вдохновение, гармония и мастерство. Радость совместного творчества с единомышленниками, возможность исполнять духовные произведения – это лишь необходимые условия для пения в церковном хоре, считает Вячеслав Половянов. Тенор из Ставрополя уже шесть лет является солистом Московского синодального хора, который не только регулярно участвует в богослужениях, но и успешно выступает на светских площадках. Для меня это не только творчество, но и приобщение к Богу, приобщение к церкви. И, конечно, основной своей целью, я считаю, продвижение духовного среди молодежи. Цель фестиваля – это общение, обмен самым лучшим, самым прекрасным, что накопило человечество, культурой, христианской культурой и той красотой, которой несет свет Христов, как называется наш фестиваль, который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив в различных регионах нашего Отечества. Цель проекта – содействие музыкально-просветительской деятельности и творческому потенциалу хоровых коллективов, исполняющих русскую духовную музыку. Хор архиерейского подворья города Черкеска в прошлом году стал лауреатом этого фестиваля, а его реген Наталья Сотникова стала дипломантом в номинации «Лучшее регенское мастерство». Покровская церковь Черкеска была представлена двумя хорами – детским и взрослым. Руководитель двух певческих коллективов Елена Нартова. В концерте прозвучали произведения русских композиторов Чеснокова, Костальского, Дегтярева, Бортнянского, Чайковского, Рахманинова и других. Доброе, которое наполняет душу теплом, светом. И когда участвуешь в таких подобных мероприятиях, тогда ты понимаешь, что жизнь все-таки состоит не только из суеты, но еще иногда хочется заглянуть в свою душу. Ежегодный фестиваль «Свет Христов» проводится с 2021 года. За это время он объединил более 2000 участников из 42 субъектов России, а также других стран – Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Франции. Али Баташев, Али Бастанов, Михаил Каракелян, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. В студии современного танца и фитнеса Чили исполнился один год. И за это время коллектив достиг больших успехов, участвуя во многих конкурсах и фестивалях. Какие танцы и направления интересны нынешней молодежи и как воплотить свои творческие способности с командой Чили? Светлана Шаганова встретилась с руководителем студии и преподавателями-хореографами. Мы приветствуем вас в студии современного танца и фитнеса Чили. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Александровна Замалдинова. Я являюсь основателем и руководителем студии современного танца и фитнеса Чили. Сегодня вы пришли к нам в гости. Мы очень рады вас видеть. Со мной мои хореографы. Это Глеева Валентина, Куржева Самира и София Газгешева. Очень приятно сегодня быть у вас в гостях, познакомиться с вами поближе. В вашей студии исполнился всего один год. Срок, конечно, такой небольшой, да? Такой маленький у вас юбилей. Но за это время вы успели достичь многого. У вас уже есть определенные результаты, судя по вот этой стене с кубками, с грамотами. Расскажите, вот с каким результатом вы подошли к этому маленькому юбилею? На самом деле мы сами не ожидали, насколько мы популяризируем танцы в нашем городе именно современного стиля, так как современного стиля в городе достаточно мало. Когда мы открылись, мы решили приглашать детей и взрослых танцевать. Все с большим удовольствием приходили. Мы просто даже не заметили, как мы стали популярными, и о нас знали просто все. Также мы выходили иногда танцевать в город. В прошлом году на Первомайской мы танцевали, веселили наших людей. Все были в таком восторге от того, что Черкесск может настолько быть свободным, настолько просто выйти и на Первомайской танцевать. И так мы максимально заявили о себе. И с начала года танцевального сезона, как говорится, мы начали ездить по чемпионатам, по фестивалям, по конкурсам, занимали призовые места. Ниже второго у нас нет. В основном первые места. И дети довольны, и мы довольны. И вот так вот и работаем. Вы знаете, на мой взгляд, у вас очень удачный старт был. И для нашей республики, для нашего Черкеска, это что-то необыкновенное, что-то необычное. Что-то новое, наверное, да, в мире хореографии. Вот скажите, почему вы взяли за основу именно кей-поп? Еще какие есть направления? Почему именно за основу были взяты именно вот эти танцы? Ну, на самом деле, у нас очень много направлений для детей, для взрослых. Для взрослых у нас 21 направление. Это и танцы, и фитнес. Как бы в студии очень много и других. Просто кей-поп стал очень популярен. И запросы были просто большим количеством. Есть ли у вас кей-поп? Есть ли у вас кей-поп? Писали, звонили. Вот. Тут я начала думать, нам нужен преподаватель. А как бы черкесский, я еще раз говорю, современный, не танцующий город. Вот. И я нашла нашу прекрасную Самиру. Вот. Она пришла на занятия к Софии. Вот. Я ее заметила и предложила ей быть нашим преподавателем по кей-поп. Так. Ну, раз вы вот нашли специалистов в этом направлении, да, так, ну, поближе ко мне София. София, все же, почему именно это направление, вот, или из-за того, что оно взорвало сейчас весь мир, эта музыка? Так как я самоучка, танцами занималась сама, мне было сложно выбрать какой-то один стиль, типа хип-хоп или там брейк-данс, вок, национальный. Я просто слушала музыку и подстраивалась под музыку. И когда я пришла к Кате, Катя сказала, я назову группу джаз-фанк. Но я буду, я ей сказала, что я буду преподавать то, что я хочу. Она сказала, так и сделай. Но джаз-фанк на самом деле и так является очень разносторонним стилем, который включает в себя все разные направления. Те же хип-хоп, тенс-холл, вок, хаус, разные направления. Поэтому как бы так совпало, что мы нашли вот эту вот середину, при этом не обманывая никого. Вы сами занимались хореографией раньше? Профессионально где-то я не училась. Я ходила в разные кружки, чисто для коллектива. На русские народные, на национальные. Но я нигде особо не задерживалась. Самое долгое это занималось в ДДТ около года. Мы один раз выступили на каком-то мероприятии в Черкесске. И почему-то мне показалось, что все. Сезон закончился, танцы закрываются. Я просто перестала туда ходить. Но именно современные направления, танцы, это все, я танцевала дома. Я, Европа Плюс, Зеркало, мы в зале, с телевизором мы в зале танцуем. И вот так я училась, стремилась и, получается, развивалась. В общем, вы работали над собой, да? Да. Там есть Денис Пирс, Дженнифер Лопес. И там еще была Бьянка даже. Вот так. Бьянка, классно. Вы сказали джаз-фанк. Так, мне это нужно еще выучить. Скажите, вот кей-поп, джаз-фанк, они, мне кажется, или они просто смешанные, вот эти направления, они похожи, мне кажется, да? Или я ошибаюсь? Кей-поп это... Ну, чем отличить? Вот кей-поп, как понять, это кей-поп. Кей-поп это уже известная хореография, уже есть хореография, которую придумали в Корее, корейские или иностранные хореографы. И они сняли под это клип. То есть это все вместе. Песня, танцоры, певцы, хореография, это все есть. И кей-поп это перетанцевать оригинал. А джаз-фанк это... Ну, джаз-фанк это то, что я придумала сама. Или другие хореографы придумали сами. То есть у них нет какого-то оригинала. Я есть оригинал в джаз-фанке. Ну, грубо говоря, относительно моих занятий. Вот. Вы глядите со стороны, там, как бы, можно сказать, как я занималась своей юности брейком, да? Брейк-данс. Вот. Там используются все стили, которые им нравятся. Также они слушают музыку. И они что считают нужным, то и вставляют в этот танец. То есть это тоже джаз-фанк. Это брейк-данс, это хип-хоп. Но просто это культура такая. Там не просто вот прыгать, выполнять движения, да? Там пластика особая тоже нужна, да, в этих танцах. Это танцы, в первую очередь, это танцы. Просто у них особая культура. Именно вот они не просто учат людей танцевать. И люди не просто с ним повторяют. Люди повторяют прям персонажей. Они срисовывают образы. У них есть айдолы, как бы, которым они стремятся, которые являются для них примером. Вот. То есть там есть с кого учить и оригинал какой-то. Мне кажется, это целая наука. Это в этом культура, да. Самира, ну перейдем к вам. Вы кей-поп, да? Преподаете или учите, да, детей? Почему вот это направление именно для вас стало таким близким? Потому что много детей, опять-таки, просили. И это не только танцы. То есть дети получают огромное количество эмоций, когда повторяют. Вы танцуете, вы копируете персонажей. И это огромный азарт для детей. Особенно, когда вы только ставите хореографию. Проходите весь этот путь тяжелый. И в конце вы завершаете ее. И понимаете, все, мы сейчас поедем покорять города просто. И будем получать первые места. Поэтому, я думаю, да. Самира очень талантливая девочка. И так, в зависимости от моего участия. Просто, видимо, ну у меня мы просто танцевали. И все. Но она при этом и так имеет прекрасные ресурсы, возможности. В целом, без меня бы она с этим справилась прекрасно. Из моего участия. И вообще, можно я тоже добавлю. Вообще, на самом деле, быть хореографом или быть танцором, этому невозможно научиться. Это нужно быть просто талантливым. Просто родиться талантливым. Просто слышать музыку. Просто чувствовать свое тело. И на самом деле, как бы, бумажка бумажкой, но главное талант. Вот если человек талантливый, ему не нужны никакие преподаватели, он сам может добиться. Вот даже София и Самира, это пример того, что можно просто танцевать под Бьонса около телевизора с зеркалом. И просто стать великолепными танцовщиками, великолепными преподавателями. Ну, потому что девочек очень любят ученики. Вот. И, как бы, добиваться высот. И танцевать круче людей, намного круче людей, которые, может быть, прошли какой-то хореографический путь, учились. И за ними стоял там опыт именно с учителями, так скажем. Переходим к Валентине. Валентина, скажите, пожалуйста, у вас какие детки занимаются? Наверное, самые маленькие? У меня детки от 6 плюс, ну, примерно до 11. У меня детки учатся сначала основы хореографии. Это классический танец, то есть какие-то там позиции, база. Все мы учим потихоньку. Вот. После этого, ну, у нас еще растяжка есть, то есть это дает пластичность детям. Они могут как раз за счет растяжки делать разные дополнительные движения в танц. Вот. И танцуем современные танцы, вот. Ну, так разнообразие, то есть разные стили. Вот так вот. Ну, наверное, с маленькими тяжеловато, да? Или как? Ну, немного тяжело тем, что они отвлекаются, болтают друг с другом, подружки находят себя. Вот. Ну, вот это бывает тяжеловато. Все равно, вот, глядя со стороны, вы их очень многому научили, да? И они очень талантливые у вас, малыши. Ну, мы стараемся, работаем. Скоро еще будем выезжать, пробовать добиваться новых успехов. Вот. Вот я обратила внимание, у вас ребята вот все талантливые. Вот это ваша заслуга или все-таки они уже пришли такими талантливыми? Или вы научили их? Ну, мне кажется, знаете, как вот в начале все равно дети приходят немножечко зажатые. Как бы от того, что, во-первых, в нашей студии царит атмосфера такой большой семьи. Мы все сплоченные, мы всех принимаем. Мы каждому ученику нашему рады. И они просто раскрываются. Даже вот на отчетном концерте я вот могла видеть то, что детки просто раскрылись. Ну, как бы я считаю, что в любом случае ребенок, который хочет танцевать, который просит, мам, приведи меня на танцы, он уже, ну, как бы подсознательно закладывает то, что танцевать он может. Но просто от того, что у нас такой мир сейчас, дети там то в телефонах, то как бы заняты чем-то другим, они просто постепенно раскрываются. И вот, допустим, даже вот в самирной группе, в моей группе, реально проходит какое-то время, и дети реально, они просто становятся другими. Они раскрываются, они становятся сильными. Мы такие смотрим, нифига себе у нас какие сильные танцовщики. Просто за год. А что будет дальше? Ну, вы знаете, я смотрела ваше выступление. Я хочу сказать, что дети вот обладают еще актерскими способностями, да? Этот вопрос к самире, потому что детки, которые танцуют кей-поп, они повторяют мимику, жесты, просто копируют настолько своих айдолов, вот, кумиров, за которых они танцуют. Поэтому им это все еще легче. Но еще, конечно же, наш хореограф старается, просит их максимально вживаться. Самир, расскажи, как ты это делаешь. Ну, я максимально создаю условия для того, чтобы им было более комфортно раскрываться. Потому что, как-никак, проговаривать текст песен, как-то более эмоционально танцевать, нужно подвести к этому ребенку. Он же сначала стесняется, еще не уверенно себя чувствует. Поэтому я, ну, как бы сказать, обеспечиваю комфортом. И потом уже мы начинаем тренировки. Я говорю, девчонки, давайте. Как хотите, вот как чувствуете себя в этой песне, в этой хореографии, раскрывайте, сделайте, что хотите в плане эмоций. Поэтому кей-поп — это первая эмоция даже. Не то, что танцы, а благодаря эмоциональности, актерской игре вы максимально погружаете в танец. Вот, вы можете даже задумку понять этого танца по тому, как дети передают эмоции именно. Ну да, вот они просто вживаются в эту роль. Вот, и даже вот они потом уже за кулисами, они еще в этой роли находятся. Да, они еще не вышли из этого образа. Вот, очень интересно. И скажите, много детей вот пластичных. Они уже, наверное, либо пришли такими, да, все-таки. Вот там они на шпагат могут сесть так легко. Это ли от природы все-таки, это пластика, наверное? Ну, есть такие люди, у которых это с рождения, от природы, да. Кто может сесть сразу? А есть те, которым нужно именно работать над собой, чтобы уже в дальнейшем растягиваться, спина хорошо прогибаться. Вот, я не знаю. Посмотрите, ситуация разная. Ну вот каждая композиция, да, ваша, каждый номер, он как бы индивидуальный. Вот настолько глубокая такая драматургия, режиссерски выверен каждый, каждый танец. Вот как это, вы это все продумываете, как удается? Конечно. Я считаю, что, да, это работа хореографа. Для этого нужно обязательно посидеть. Мы вот, допустим, если там кей-поп-кавер, девочки просто максимально тоже, между прочим, повторить с видео, это нужно обладать талантом, потому что не каждый может взять, отразить и как бы в точности до каких-то маленьких мелочей, там до пальцев повторить хореографию. Ну это что касается именно кавера. Что касается хореографии, именно обычной хореографии, которую ставит любой хореограф-постановщик, вот, он ее придумывает, он ее проживает, он на самом деле очень много времени ты этому посвящаешь. Даже иногда я такая в душе купаюсь и такая представляю, как танцовщики мои будут передвигаться, грубо говоря. Поэтому это, как бы, конечно же, труд. И там, чтобы даже один номер поставить, тебе нужно приложить усилия, как бы, и придумать его, и придумать задумку, а еще самое главное, что придумать смысл номеру. Не просто там набор движений, а чтобы еще вложить какой-то смысл. И одежду еще придумать. Одежду — это вообще... Это вот это очень сложно. Вы все вместе придумываете, да? Ну каждый, каждый, да, каждый в своем направлении придумает. Ну мы, конечно, переговариваемся, у нас бывают мозговые штурмы, делимся, хочу так, хочу так. А еще, если дети постарше, вот у меня постарше группа, я у них спрашиваю, зачем-то я у них спрашиваю, и начинается. Хочется всем угодить, потом понимаю, что всем не получается угодить, и сложновато. Еще там одежду выбирать, для этого тоже нужно покупать, кому-то искать, у кого-то забирать. Ну то есть это тоже отдельный квест. Вот скажите, очень сложно поставить один, да, танец, выучить. Вот движения невероятные. Вот ты смотришь и думаешь, ты никогда в жизни этого не повторишь вообще. Вот как это все запомнить, как они запоминают? Тренироваться, повторять, повторять и повторять. Ну конечно. Все только делать головой, мыслями, ну да, головой, телом и эмоциями. Еще вот в этих танцах, я обратила внимание, там должны быть такие, ну может резкие движения, да, четкие, такие синхронные. Это настолько все выверено, вот в каждом танце. Это тоже вот ваша заслуга? Такая, ну короче, вы остались под впечатлением после нашего отчетного концерта. Мы сами до сих пор еще отойти не можем, конечно же, вот, потому что и столько людей наш пришло поддержать. И вообще как бы мы планировали одно, и по факту мы так выложились все, вот. А касаемо вашего вопроса, ну да, это все репетиции. Вот чем четче, тем больше дети, значит, тренировались. Они как бы максимально погружались, максимально чувствовали соседа, потому что партнера тоже нужно почувствовать, вот, на любом расстоянии. Ты-то когда танцуешь, смотришь, там, зрителя, а это уже боковые, боковые взгляды, вот, на синхронность дают, конечно. На четном концерте значительно, ну много было танцев, да, вот сколько? 29 номеров у нас было. 29 номеров — это много, это два с половиной часа у нас был концерт. И для года это вообще очень много. Да, так они были все разные, они вот не похожи друг на друга, да, каждый номер был настолько продуман. Да, старались, преподаватели старались. Вот, не зря же мы это собрали самых сильных, между прочим, в нашей студии самые сильные преподаватели города. Да, есть еще в других студиях, но как бы я постаралась организовать именно такое пространство, вложиться во все, в атмосферу, быть руководителем справедливым, добрым, вот, чтобы сами хореографы, сами преподаватели ко мне тянулись и хотели быть вот именно в чили-семье, так скажем. Ну, в общем, вы так поймали удачу за хвост, да? Да, да. Так планировалось. Скажите, сколько деток вот занимается, ну, может, разных возрастов, и маленьких, и больших? Вообще, детей более ста. В нашей студии занимается сейчас более ста человек. Вот, но еще у нас есть взрослые, и взрослые направления не надо недооценивать. Очень много взрослых, которые хотят после работы прийти и, как бы, разгрузить свою голову от работы, от семьи, вот, максимально погрузиться в танцы, потому что это в любом случае вдохновляет. Когда ты приходишь после занятия, ты все равно, как бы, другим человеком возвращаешься. Поэтому у нас еще около 70 или 100 человек взрослых, но все зависит от сезона. Вот, мы тоже такие, от сезона до сезона работаем. Вот, зимой, конечно же, побольше людей, когда лето начинается, ну, спад есть небольшой. Скажите, до какого возраста, вот, к примеру, дети занимаются? Или они заканчивают школу и уже не возвращаются? У нас вообще нет никаких ограничений по возрасту. У нас занимаются детки с трех лет и вообще без возрастных ограничений, потому что у нас есть самая взрослая группа фитнес-дэнс. Там вот 50 лет у нас женщины, 50-60, вот так вот занимаются, как бы, танцуют. Вот именно фитнес-танцы. Очень интересно. Пользуются спросом тоже. Ну, наверное, впереди вы хотите покорить еще новые горизонты, новые вершины, да? Вот, что в планах, какие, может, конкурсы, может, готовитесь вы сейчас? Да, сейчас мы готовимся. У нас будет на территории Карачао-Черкесской республики конкурс. В амфитеатре будет проходить 8-го числа. Конечно же, мы кидаем последние силы этого сезона на этот конкурс. Выставляем более 20 номеров. Вот, это тоже много. Стараемся, чтобы наши детки подготовились так, чтобы взять все призовые места. А так, летняя работа такая, что, как бы, готовиться на будущий сезон. Ставить новые постановки, новые номера, которые мы можем вывозить на конкурсы, чемпионаты. Я обратила внимание, каждый танец это какой-то мини-спектакль, да? Да, там есть, да. Вот, там есть. Том-то всегда имеет свой смысл глубокий. Даже иногда в каких-то постановках хип-коп есть глубокий смысл. Хотя это все такая уличная история. Но, как бы, каждый хореограф все равно что-то вкладывает. Ну да, вот я обратила внимание, есть начало, да? Есть развитие, там есть завязка-развязка-финал. Все это у вас есть, да? Очень круто смотрится со стороны, конечно. Ну что, я, в свою очередь, желаю вам огромных успехов, чтобы вы также продолжали покорять конкурсы и фестивали, достигали нереальных результатов.